Всем доброго времени суток! Это город Слоним. Хочу поведать историю, которая началась 30 августа этого года, когда мы на улице Брестской, городе Слониме, пытались отбить парня, которого хотели забрать в РОВД. Он пикетировал на площади около исполкома, но по пути домой его пытались задержать. В принципе, эта вся история есть изложена на видео ранее, выложена 30 августа. Вот чем закончилась, может еще и не закончилась эта история. В итоге я был арестован. 1 сентября меня вызвали в РОВД, якобы для составления протокола. Протокол был составлен на пикетирование тоже возле исполкома. Я там попался на камеру видео сотрудников РОВД. Меня посадили, продержали 2,5 суток. Осудили за пикетирование на 30 базовых величин. В тот же день пытались осудить за статью 23.3. Вот как раз таки, когда мы отбивали парня, так сказать, эта статья вмешательства в административный процесс. В этот день, когда меня первый раз судили, адвокат предоставил все доводы, меня не осудили и дело отправили на дорассмотрение. Сегодня 18 августа, извиняюсь, 18 сентября это дело было дорассмотрено. Все доводы, которые я приводил к ним, судья просто отверг. Дело в том, что меня осуждали за вмешательство в административный процесс 30 числа. Но 30 числа никакого административного процесса-то и не было. Не было заведено дело, не составлено ни протокола, ни гражданину, которого мы защищали. Не был доставлен в РОВД, то бишь не задержан. Но судья считал, что вот так вести себя с сотрудниками РОВД нельзя. И поэтому меня осудили на 50 базовых уже величин, по максимуму, что можно было по этой статье получить. Почему? Вопрос. Ну да ладно. Оказывается, меня хотели в этот день же и посадить на сутки. Как я это понял? Дело в том, что раньше, когда вызывали в суд, вызывали просто по телефону, придите и все в такое-то время. В этот раз мне прислали на Viber информацию о суде, прислали повестку. И предварительно еще набрали по телефону. Поэтому я и понял, наверное, что-то тут совсем меня ждут. Хотят посадить. Сто процентов. Тут я решил собрать людей неравнодушных. Спасибо вам, ребята, что вы пришли. Вас было довольно много. Даже сама милиция удивилась, что такая поддержка большая. Респект вам, ребята. Благодаря вам меня сегодня не задержали. И я пока еще на свободе. Далее хочу поведать о том, какая дошла до меня информация совсем недавно. Что на меня решили подносить конкретно. Это высокоруководство, в кавычках, можно сказать, руководство нашего города. Фамилии называть не буду. Мало, опять же, будут судить. И все говорят, что жди проверок. Жди, что тебя будут останавливать постоянно ГАИ. Может прийти МЧС на работу. Я предприниматель, у меня свое дело. Будут трясти. Я жду. Я честный человек. Я работаю честно. Я знаю, что могут докопаться. Хочу обратиться к вам, сотрудники проверяющие. Будьте благоразумны. Будьте почтительны. Ведь все это может обернуться обратно. Пока на этом все. Хочу еще раз поблагодарить тех, которые меня поддерживают. Очень было приятно вас всех видеть. И надеюсь, это все скоро закончится. Для нас только начнется, а для них закончится вот так вот. Спасибо всем. Пока.